Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция... Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция Проспект Мира. Предупреждает голос в вагоне, и голубой поезд, быстро набирая скорость, исчезает в тоннеле. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с нашими друзьями Леной и Ромой оказались в очень интересном месте. Отгадайте-ка загадку! Многолюден, шумен, молот, под землей грохочет город, а дома с народом тут вдоль по улицам бегут. Догадались, ребята, что это за город такой? Конечно, это метро! А полное название этого города — метрополитен, от греческого слова «метрополис», что означает «главный город». Метро — самый быстрый вид городского транспорта. В нем нет пробок и заторов, и не нужно чистить зимой снег на рельсовых путях. Московское метро считается самым красивым в мире. Туристы восхищаются великолепием многих станций, по ним водят экскурсии, как по музею. А как же было раньше? Раньше в Москве не было метро, и люди по городу передвигались на трамваи. С каждым годом жителей становилось все больше и больше, и трамваи просто перестали справляться с пассажирами. Трамвайные вагоны не вмещали всех желающих. Поэтому в Москве решили строить новый транспорт, и чтобы он не занимал улицы города, его стали строить под землей. На земле располагается только вход в метро, а дальше чудесный эскалатор спускает пассажиров вниз на станцию. 15 мая 1935 года от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» прошел первый поезд метро. Поэтому 15 мая считают днем рождения московского метро. Люди, которые строили метро, стали называться метростроевцы. Было решено, что станции метро должны стать самыми красивыми на свете и походить на прекрасные дворцы из мрамора и гранита. Дизайн каждой станции придумывали отдельно, украшали вестибюли мрамором, скульптурами и витражами. А как же строят метро? У метростроевцев есть очень важные специалисты. Они называются проходчиками. Проходчики управляют огромным проходческим щитом. Посмотрите, ребята, какие у него мощные зубья. Проходческий щит на глубине в земле, как большой крот, двигается. Проходит метр за метром, прокладывает себе дорогу и высверливает грунт. Грунт, который высверлил проходческий щит, по конвейеру вывозится на поверхность. Но что же получилось? В земле образовался огромный круглый коридор. Он может обрушиться в любую минуту. Чтобы не допустить обрушения, внутри проходческого щита сразу подается бетон и бетонируются стены коридора. Коридор становится крепким и получается тоннель. На дно тоннеля укладывают рельсы, на стены крепят электрические провода и пускают поезда, которые питаются током. Вот и новая станция. Чтобы пассажиры метро не чувствовали, что они находятся в подземелии, архитекторы создают на станциях много ламп, подсвечивают потолки и украшают стены. А что такое схема метро? В метро очень много станций. Они образуют разные ветки. Смотрите, ребята, все ветки метро обозначены разными цветами. Чтобы люди могли доехать в любую часть города, им приходится делать пересадки с одной ветки метро на другую. Поэтому в каждом вагоне висит схема, на которой обозначены станции пересадок, чтобы люди не заблудились. Самая первая ветка метро была красная, и на ней было мало станций. Но каждый год строят новые станции, и они появляются на схемах. А есть ли в метро правила? Конечно, ребята, метро – это очень удобный транспорт. Но и как любой транспорт может быть и опасным. Очень аккуратно нужно вести себя на станции. Не подходить близко к краю платформы, чтобы не упасть на рельсы. А если вдруг на рельсы упал какой-то предмет, телефон, сумка, зонтик – самому не доставать, а обратиться к дежурному по станции. Очень осторожно нужно вести себя и на эскалаторе, на движущейся лестнице, внимательно смотреть под ноги и держаться за поручи. А если ребенок потерял в метро своих родителей, то нужно найти на станции вот такой плакат, остановиться у него и ждать помощи взрослых. Такие плакаты специально повесили для детей на каждой станции. И папа с мамой обязательно найдутся. Вот такое наше удивительное московское метро. Давайте, ребята, вместе с Леной и Ромой нарисуем поезд метро в туннеле. Возьмем чистый лист и фломастер. Нарисуем незавершенный круг. Над ним еще один. Теперь проведем линии. В кругу силуэт поезда. И раму для окон. Теперь лобовые стекла. Добавим фары. Их у поезда много. Моторную решетку и колеса. Нарисуем деталь для сцепки. А затем от колес рельсы и шпалы. Обозначим толщину тоннеля и уровень земли. Добавим на стены тоннеля провода. А теперь раскрасим наш поезд. Включим в окнах свет и нарисуем машиниста. Осторожно, двери закрываются. До новых встреч, ребята!